Всех привет! Это первый урок тренинга уровня А1. Это тренинг для начинающих. В некоторой степени это для тех, кто начинает с самого нуля. Но все-таки у меня есть как бы надежда, пожелание, что вы начинаете не с самого нуля, а знаете, как читаются буквы, потому что непосредственно буквами мы заниматься не будем. Мы уже будем заниматься цельными словами, предложениями, выражениями. План урока. У нас будет грамматическая часть и мы немножко в конце потренируемся. Итак, личные местоимения. Это как произносятся такие слова, как я, ты, мы, вы и так далее. Окончание немецких глаголов. Какие у них окончания, как различаются слабые и сильные глаголы, то есть слабого склонения, слабого, сильного склонения. В чем различие, в чем особенности этих глаголов. Параг слов, предложение, как нужно, в каком порядке расставлять слова. Параг слов очень строгие в немецком языке и также разберем основные вопросительные слова. Хорошо, поехали. Итак, личные местоимения в немецком языке. Давайте начнем с самого простого. Значит, я. Ищ. И обращаем внимание, что это вот С, Х, это не Х, а Ш. Среднее между Х и Ш. Ш. Ищ. Ищ. Ты, ДУ. Он, она, оно. ЭА, ЗИ, ЭС. ЭА, ЗИ, ЭС. Слово, которое заканчивается на ЭР-буковку и перед ними гласный ЭА. Они смазываются, то есть это чисто не ЭР, ЭР, а ЭА. Почти как А. ЭА. ЭА. Далее, ВИА. ВИА. Это ЭР, но не ЭР, а ВИА. ИО. И так, он, она, оно. ЭР, ЗИ, ЭС. Это одно лицо. Вот эти числа, это лица называется. Первое лицо. Второе лицо. Третье лицо. Это единственное число. Здесь множественное число. Мы. ВИА. ВИ. Множественное число. И Я. ВИ, как один человек, вежливая форма. Это тоже сюда относится. ЗИ. И они тоже ЗИ. Обращаю ваше внимание, что ВИ есть два типа. Обращение к группе людей или к двум хотя бы лицам. Это уже множественное число. Это ИЯ. ИЯ. Но ВИ, как один человек, вежливое обращение. Это ЗИ. Имейте это в виду. Начнем с слабых глаголов. Слабые глаголы. Это глаголы слабого склонения. Какие у них окончания. Вот. Смотрите. Значит, личное окончание прибавляется к основе. Что такое основа глагола? Основа глагола. Это то, что осталось от глагола, если убрать окончание ЭН. Начальная форма почти всех глаголов в немецком языке заканчивается на две буквы. ЭН. То есть. Мы убираем это ЭН и прибавляем личное окончание. В зависимости от того, какое будет лицо. Если первое лицо единственного числа, как Я, то всегда у глагола будет окончание Э. ЛЕРНЕ. АБАЙТЕ. И так далее. Если ТЫ, то всегда окончание ЭСТЕ. ЛЕРНСТ. АрБАЙТЕСТ. БАУСТ. И так далее. ЭСТЕ. Запомните. ТЫ. Это ЭСТЕ всегда. ОН, ОНО. ОНО. Кончание ТЫ. ЛЕРНТ. ОН учится. ОНА учится. ЗИ ЛЕРНТ. И ОНО учится. ЭСТ ЛЕРНТ. Мы учимся. ВИА ЛЕРНЕН. Первое лицо. Первое лицо множественное. И третье лицо множественное числа. Одинаковое окончание. ЭН. Мы учимся. И ОНИ учатся. Вы учитесь. Как двое людей или больше. ИО ЛЕРНТ. Вы вежливая форма. ЗИ ЛЕРНЕН. И ОНИ тоже. ЗИ ЛЕРНЕН. То есть, в третьем лице множественного числа. Это один человек. Вежливая форма. И также ОНИ. Надеюсь, это понятно. Дальше идем. Сильные глаголы. По сути, окончания у сильных глаголов такие же, как у слабых. Но есть еще одна особенность. Во втором лице и третьем лице единственного числа. Вот это. ДУ. И ЭРЗЕС. У сильных глаголов меняется корневая гласная. Если в корне А. Вот. То оно меняется на АУМЛЯУТ. АУМЛЯУТ читается как Э. То есть А на Э. А если в корне Э. То оно меняется на И. Или И долгую. Понятно, да? Например, в Грагол ФАРН ехать. А здесь у нас А. Соответственно, она меняется на АУМЛЯУТ. Только в двух лицах. Второе лицо. Единственное. И третье. Единственное число. ДУ. То есть я еду и ФАРА. Но если ты едешь, не ДУ ФАРСТ, а ДУ ФЕРСТ. ФЕРСТ. Он едет тоже. ФЕРТ. Она ФЕРТ. В множественном числе здесь все неизменно. ВЕРФАРМ. Только в единственном числе меняется. Вот еще несколько глаголов сильных, с которыми мы будем взаимодействовать. У них тоже происходят изменения корневогласные. Например, там ШПРЕХН. Разговаривать. Говорить и разговаривать. Ты говоришь, будет ДУ ШПРЕХСТ. ДУ ШПРЕХСТ. ДУ ШПРЕХСТ. Она говорит ЗИ ШПРЕХТ. Э. В данном случае меняется на И. Смотрите, ЛАУФЕН. БЕГАТЬ. ЛАУФЕН. Здесь будет... Здесь ДИФТОНГ. ДИФТОНГ. Это сочетание двух букв. Сочетание двух букв. И оно может по-особенному читаться. ЛАУФЕН. Сильный глагол. Соответственно, если мы говорим, ты бегаешь. Я бегаю, например. ИХЛАУФЕ. Кончание Э. Вот ЛАУФЕ. ФАРЭ. ЛАУФЕ. Арбайте. Но не во втором лице. А меняется на АУМЛЯУТ. И. А вот такое вот ум... Такое слово... Вернее, буква сочетания. АУМЛЯУТ. ИУ читается как ОЙ. ОЙ. Вот давайте я вам напишу отдельно. Вот здесь вот. АУМЛЯУТ. ИУ читается как ОЙ. Соответственно, ты бежишь, будет ДУ ЛЕЙФСТ. ДУ ЛЕЙФСТ. Она бежит или он. ЭА ЛЕЙФТ. ЗИ ЛЕЙФТ. Понятно, да? Читать тоже сильный глагол. ЛЕЙЗН. Я читаю ИХЛЕЙЗА. Но ты читаешь ДУ ЛЕЙСТ. ДУ ЛЕЙСТ. ЭА поменялось на И. ДУ ЛЕЙСТ. Надеюсь, этим понятно. По отработке сильных глаголов у нас еще будут другие. Мы к ним вернемся чуть позже. Вообще, в принципе, для того, чтобы различать слабые и сильные глаголы. Как понять вообще, что глагол слабый или сильный? Действуем исключительно методом исключения. Значит, что это значит? Мы запоминаем основные сильные глаголы. То есть, самые, которые употребимые. Их не то, чтобы много. Это очень посильная задача запомнить. Основные сильные глаголы. И мы их запоминаем. И понимаем, что у них меняется краневое гласство во втором и третьем. Если какой-то глагол появляется, и он не входит в число этих сильных глаголов, мы автоматически понимаем, что он слабый или может быть неправильный. У слабых и неправильных глаголов ничего в корне не меняется. Действуем методом исключения. Я вам сказал вот эти вот глаголы пока что. Значит, фарен и вот эти вот внизу, которые я написал. Шпрейхен, ну, вы видите, да? Пока что вот эти. Также отдельно мы потренируемся по другим сильным глаголам. Но это уже чуть позже. Теперь о порядке слов в разных типах предложений. Очень строго спрятано слово в немецком языке. Совершенно не так, как в русском языке. В русском языке глагол можно поставить в любое место. Посмотрите, одно и то же предложение. Я обычно прихожу домой поздно. Мы возьмем на русском языке. И в немецком языке мы его по-разному скажем. И обратите внимание, что схожее, не то что схожее, а какой единый элемент, одинаковый во всех этих предложениях. Значит, обычно я прихожу домой по-разному. Одно и то же предложение. В разных местах слова передвигаются. Но единое у них то, что глагол common стоит всегда на втором месте. Это не только касается глагола common, а вообще, запомните, в утвердительном предложении на втором месте всегда глагол. Что является местом с предложением? Вот если, например, здесь понятно одно слово. Здесь у нас два слова. Нах, хаузе. Это переводится как домой. Нах предлог, который часто показывает направление движения. Мы не можем разорвать нах, сказать потом, комэй, хаузе. Это единый смысловой блок. Его нельзя разорвать. Вот, поэтому эти два слова являются, они занимают первое место в предложении. А второе уже комэ. Хорошо, посмотрите, вот на вот этот вариант, обычно прихожу домой поздно. Мы можем сказать в русском языке, прихожу я обычно домой поздно. Можем на первое место поставить глагол. В немецком языке, если на первом месте глагол, то это вопросительное предложение. Нельзя поставить на первое место глагол просто потому, что вам так нравится. Значение будет предложение другое. Это будет подразумеваться вопрос. Так, надеюсь, с этим тоже понятно. Дальше идем. Вопросительное предложение без вопросительного слова. То, о чем я только что говорил. Глагол ставим на первое место, если это вопросительное предложение. Ты приходишь домой обычно поздно. Комсду на малевазе на хаузе шпэт. Как видите, на первое место глагол. Потом на втором месте стоит то слово, ну то есть по сути действующее лицо. Ты. То есть обращение к ты. Поэтому оно стоит на втором месте. СТ окончание. СТ всегда в глагол окончание СТ. Дальше. Вы летите в Берлин сегодня или завтра? Флиген СИ. Нах Берлин. Хойте. Оде Могн. Флиген СИ. Летите вы. Да? Тоже на первом месте глагол. Здесь вежливая форма обращения к человеку на вы. СИ. Обычно опишется это с большой буквы. Один человек вежливая форма. И у глагола вот такая вот простая форма, которая по сути она начальная форма, неизменная. Флиген СИ на Берлин. Хойте у де Могн. Если летишь ли ты, то флигст ДУ. А летит она. Флигт СИ. Окончание Т. Он, она, оно. О, у глагола окончание Т. Флигт ЗИ. Флигт ИА. Хорошо. Вопрос на первом месте глагола. Вместе с тем, конечно же, есть предложения, у которых есть свое вопросительное слово. Когда? Почему? Зачем? И так далее. Куда? В таких случаях, конечно же, на первое место выходит само это вопросительное слово. А глагол уже смещается на второе место. Упросительное слово, потом глагол. Когда ты обычно приходишь домой? Ван комс ДУ на маля вазе на хаузе? Ван комс ДУ. Посмотрите на русский вариант. Когда? Сначала вопрос, потом ты. А потом уже где-то вот на четвертом месте здесь глагол. Ни в коем случае не так. Не равняемся на порядок слов в русском языке. Противопоказано. Формируем осознанность в этом вопросе. И так. Ван комс ДУ. Ван комс ДУ на маля вазе на хаузе. Когда ты обычно приходишь домой. Далее. Куда ты поедешь завтра? Ван комс ДУ. Ван комс ДУ на маля вазе на хаузе? С этим вопросом должно быть тоже все понятно. Сначала просительное слово, потом глагол. Итак, основные слова со значением КОГДА. У нас будут такие слова, которые можно одним блоком запомнить. Утром. А МОГЕН это каким-то конкретным утром. А МОГЕН. Если МОРГЕНС, это тоже утром, но, внимание, МОРГЕНС, это утром, но с оттенком смысла по утрам. По утрам. Например, утром я хожу на работу. Что здесь подразумевается? Один раз хожу на работу или много раз? Конечно же, много раз. Каждый день, например, пять раз в неделю хожу на работу. Поэтому здесь лучше сказать МОГЕНС, а не АМ МОГЕН. Далее идем. Днем у нас АМ ТАГЕ. АМ ТАГЕ. Сокращенная форма ТАГС. Вечером АМ АБНС. Это конкретным вечером. Вот, например, сегодня вечером. А АБНС тоже вечером, но с оттенком смысла по вечерам. Ночью ин да анахт. Нахтс. Обратите внимание, утром, днем, вечером АМ. А ночью ин. АМ это сокращенная форма от АН ДЭМ. Два слова АН ДЭМ. АН это предлог. ДЭМ это артикль. В некоторых случаях предлог и артикль сливаются. Вот это тот случай. АМ. Но предлог ИН и ДЭР не сливаются, поэтому они говорятся отдельно. На данном этапе вы запоминаете. Так, хорошо, сегодня у нас ХОЙТЕ, завтра МОГН, вчера ГЕСТАН. Также хочу сразу сказать, что в немецком языке три буквы придыхаются. ПТК. ПТК. Что значит придыхаются? Они говорятся не просто ПТК, а ПТК. Вот ХОЙТЕ. Мы говорим не просто ХОЙТЕ, а ХОЙТЕ. Слышали, как она звучит? ХОЙТЕ. Понятно, да? ПТК. Хорошо, это КОГДА. Также дополнительно к этому у нас, например, в полдень. АММИТАК. 12 часов в полдень это МИТАК. В полдень это будет АММИТАК. Или по полдням, ну то есть в 12 часов там периодично это МИТАКС. МИТАКС. Например, я обедаю на работе в полдень. Возьмем АММИТАК или МИТАКС. Вот С конца это то, что повторяется периодично. МИТАКС будет. До полудня, то есть до 12 часов. Или по-другому скажем, в первую половину дня это АММФОМИТАК. АММФОМИТАК. Или ФОМИТАКС. Ну, с периодичностью, да? По полудню, то есть во вторую, после 12 часов это АММАХМИТАК. Здесь, смотрите, ФОМИТАК переводится, ну то есть с немецкого это ПЕРЕД. ФОМИТАК. По сути МИТАК это полдень, а ФОМ это то, что перед полуднем. То есть, что перед 12 часами. НАХ переводится ПОСЛЕ. Соответственно, это ПОСЛЕ полудня, то есть после 12 часов. Все очень логично. ПОСЛЕ полудня. Дальше идем. Обратите внимание на смешанные формы. Сегодня утром. ХОЙТЕ МОРГЕН. Теперь скажите мне, вот как будет просто утром. Утром. Утром будет АММОРГЕН. Кроме МОРГЕН еще АМ. Это вот сегодня конкретно утром. АММОРГЕН. Если по утрам, то МОРГЕН С. С маленькой буквы. А вот сегодня утром такая смешанная форма. ХОЙТЕ МОРГЕН. АММ выпадает. ХОЙТЕ МОРГЕН. ЗАВТРА ВЕЧЕРМ МОРГЕН АБНД. ЗАВТРА будет МОРГЕН. Обратите внимание. С маленькой буквы МОРГЕН это не утро, а завтра. Еще раз повторю. С маленькой буквы МОРГЕН это завтра. Итак. ЗАВТРА ВЕЧЕРМ МОРГЕН АБНД. Сегодня днем ХОЙТЕ МИТТАК. МИТТАК будет считаться днем. Сегодня ХОЙТЕ МИТТАК это как сегодня в полдень. ХОЙТЕ МИТТАК. Но смотрите. ЗАВТРА УТРАМ. Что получается? Вот если подумать. ЗАВТРА это МОРГЕН с маленькой буквы. А утром АММОРГЕН. Так как же нам сказать? МОРГЕН АММОРГЕН? Нет. Такой формы нет. МОРГЕН АММОРГЕН. У нас здесь такая особая форма. Я ее специально красным выделил. МОРГЕН. ФРЮ. ФРЮ дословно РАНА. ЗАВТРА РАНА. Это и будет ЗАВТРА УТРА. Вот этот вариант запомнить. Он похож на РАНА УТРАМ. РАНА УТРАМ. Сначала идет МОРГЕН, а потом ФРЮ. МОРГЕН С ФРЮ. МОРГЕН С ФРЮ. МОРГЕН С ФРЮ. Как будет в первую половину дня до полудня? Отдельно если говорить. АММ ФО МИТАК. Но если сегодня или завтра, то АММ пропадает. Это такая вот смешанная форма. ХОТЕ ФО МИТАК. МОРГЕН ФО МИТАК. Завтра в первую половину дня. Завтра во вторую половину дня. МОРГЕН НАХ МИТАК. НАХ это ПОСЛЕ. Теперь давайте посмотрим на основные слова со значением КУДА. В принципе у человека не очень много направлений, куда он обычно ходит каждый день. Четыре самые основные. ДОМОЙ. НА ХАУЗЕ. НА РАБОТУ. ЗУРАРБАЙТ. В МАГАЗИН. ИНС ГЕШЕФТ. НА УЛИЦУ. НА ХДРАУСЬ. Для начала вот этих четырех направлений вам достаточно. Итак, разберем НАХАУЗЕ. Это устоявшееся выражение НАХАУЗЕ. И, ну, по сути, ничего кроме как это нужно запомнить и сказать не могу. При помощи предлога НАХ иногда указывается направление движения. А практически всегда с географическими названиями. Город, страна это НАХ. НАХ. ДОЙЧЛАНД. НАХ БЕРЛИН. 95% случаев всегда будет «нах». Что касается объекта, то «нах» редко употребляется. Смотрите, на работу. Работа. Можно назвать объектом в какой-то степени. Работа у нас «de Arbeit». Но на работу «zur Arbeit». «Zur» это сокращенная форма «zu der». «Zur der». По сути «Zur» это «zu der Arbeit». «На работу». В магазин «insgeschäft». «Инс» сокращенная форма «in» плюс «das». И «на улицу» «нахдраус». Из этих четырех примеров можно сделать вывод, что в каждом из них мы направляемся куда-то. Домой, на работу, в магазин, на улицу. Значит, у нас три варианта, как мы показываем направление. При помощи «нах», «наххауза», «домой», «на улицу», «нахтраусен». Как я говорил, «нахха» повторяется не очень часто, что касается объектов. Это более, скорее, исключение, чем правило. Гораздо более чаще применяется предлог «цу». Он здесь вот слит с предлогом, с артикулем «dea». «цу» применяется часто. И также «in» применяется, когда мы направляемся не просто к какому-то объекту, а внутрь этого объекта. Если просто к объекту, не входя туда, то это «цу». Чуть позже мы поговорим на эту тему. Хорошо. И также небольшое объяснение по поводу, если мы едем на каком-то транспорте, то предлог «in» не применяется. То есть, например, если я еду там на машине в магазин, как я уже сказал, «in» предлог, который переводится как «в», предполагает проникновение внутрь объекта. Мы не можем на машине, на каком-то транспорте заехать внутрь, там, магазина, например. Поэтому, если мы говорим «я еду на машине в магазин», мы не можем сказать «insgeschäft». У нас другой вариант. Смотрите сюда. В магазин будет «zumgeschäft». Например, «я еду на машине». «Ich fahre mit dem Auto zum geschäft». «В офис». «Офис» у нас «das Büro». Не «офис», не «das офис». А хотя, в принципе, ну, английское слово есть «офис», если вы скажете, все поймут. Но есть чисто немецкое слово «das Büro». «В офис» будет «zum Büro». «На почту цурпост». Это «di-пост». «Цур» это «цу-dea». Хорошо. Передвигаемся на транспорте. «Ин» не применяем. Применяем «цу». Может быть «цум» – мужской средний род. «Женский цур» будет. Теперь давайте потренируемся. И я, то есть, буду вам помогать. Вы сами будете пробовать составлять предложение. И потом я буду озвучивать правильный вариант. Вы будете со своим сравнивать, насколько он правильный. Окей, хорошо. Ты придешь сегодня или завтра. Ты придешь сегодня или завтра. Сами попробуйте. «Приходить» – это «common» глагол. В первую очередь, вы должны обратить внимание на то, что это вопросительное предложение без вопросительного слова. Это значит «что» на первое место «что» выходит. Вопросительное предложение без вопросительного слова. Глагол. Итак, получается «Придешь ты». Пробуйте. «Приходить» – «common». «Coms do». Да? Помните, что если «do», то окончание глагола будет «st». Не «common do», а именно «comes do». «Coms do» – «сегодня» или «zavтра». Сегодня. «Häute» или «oder» – «oder» – «zavтра». «Morgen». Сейчас попробуйте не смотреть на видео и сами сказать «ты придешь сегодня или завтра». «Coms do» – «coms do» – «häute» или «morgen». «Coms do» – «häute» или «morgen». «Coms do» – «häute» или «morgen». Окей, хорошо, дальше идём. «Когда ты приедешь». «Приедешь». «Приедешь». Вообще, «приходить» и «приезжать» – это «kommen». Есть ещё глагол «uncommon», но пока что мы его не касаемся. «Пока что вот приходить» и «приезжать» – это будет «common». «Когда ты приедешь». «Когда ты приедешь». Здесь уже есть вопросительное слово «когда», да, и оно будет соответственно стоять на первом месте. Также нужно помнить, что на втором месте в вопросительном предложении с вопросительным словом стоит что? «Глагол». Не «ты» будет стоять, а «глагол». Пробуйте. «Когда ты приедешь». «Ван» – «когда», да? «Ван комсду». «Ван комсду». «Ван комсду». Окей, давайте ответим. «И я приеду завтра в первую половину дня». Обращаю ваше внимание, это важно. Вот, посмотрите, в этом предложении «я приеду» – это будущее время, да? Не сейчас я приезжаю, а приеду. Будущее время. Ну, по сути, мы не учили будущее время. Мы сейчас только в настоящем времени разговариваем. И, смотрите, в немецком языке очень часто заменяется будущее время «настоящим». То есть, вот у нас здесь «я приеду», мы не говорим «будущим времени», мы говорим «настоящим», потому что у нас есть слова, которые показывают, что действие будет «потом», да? «завтра». Итак, я приеду завтра в первую половину дня. Пробуйте. Как у нас будет первая половина дня? То есть, то, что перед полуднем. И еще нужно «ам», да? «Ам фор митак». «Ам фор митак» – это в первую половину дня, то есть перед полуднем. Но у нас смешанная форма «завтра» в первую половину дня. Соответственно «ам» пропадает. Получается «завтра». «Морген фор митак». «Морген фор митак». «Итак, я приеду завтра в первую половину дня». «Их комморген фор митак». «Их комморген фор митак». Хорошо? Далее. «Куда ты идешь?» «Куда ты идешь?» «Куда?» «Волхин». «Волхин». «Идти» – это не «приходить», это разные глаголы. «Идти» будет «гейн». «Гейн». Вот глагол «гейн». «Х» не читается в середине. «И куда ты идешь?» Как вы скажете? «Волхин». На втором месте глагол. Нам нужно «гейн». Мы убираем «эн» – окончание. Это остается основа у глагола. Прибавить что? Личное окончание. То, которое соответствует местоимению «ты». «Ду» – значит, у глагола будет окончание «эсте». «Гейст». «Гейст». «Куда ты идешь?» «Волхин». «Гейст». И только потом «ду». «Волхин гейст ду». «Волхин гейст ду». «Куда ты идешь?» Например, «Я иду домой». «Домой». «И гей на хаузе». «Унт вохин гейст ду». «Хорошо. Ты идешь домой?» «Вопрос». Это вопросительное предложение, что на первое место выходит. Глагол. Вопросительного слова нету, но предложение вопросительное. Значит, глагол. «Гейст ду». «Домой». «Нахаузе». «Гейст ду на хаузе». «Я» утверждение. «Я и гей на хаузе». Отрицание. «Найн». «Нет». Например, «Я иду в другое место». «Найн». «И гей инс гешефт», например, в магазин. Здесь утверждение. Ну, предположим, да, что здесь утверждение. «Я и гей на хаузе». «Гейст ду на хаузе». «Я и гей на хаузе». Хорошо. «Когда ты пойдешь на работу?» «Когда ты пойдешь на работу?» «Когда?» «Ван». 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 Опять-таки, здесь будущее время, но мы говорим обычным, настоящим. Будущее время мы будем отдельно изучать. «Пока что мы заменяем будущее время обычным, настоящим». «Итак, когда ты пойдешь на работу?» «Ван гейст ду» и «на работу». «Давайте вспоминать, как будет работа». «Работа» вообще будет «деабайт». «Диабайт». «Диабайт». «Все существительное применяется с артиклем». «Ди», «Дас», «Дя». «Но», в данном случае этот артикль «но» спрятан. «Ягерщик». «Да, сейчас, секундочку, но здесь…». «Без G», «Е», «Потом Х», «Эст», «Ван гейст ду». «На работу». «Зур арбайт». «Зур арбайт». «Ван гейст ду цур арбайт». «Когда ты пойдешь на работу?» «Пока что запоминаем вот это вот словосочетание». «Зур арбайт». Ну, например, ответ может быть «Ich gehe zur Arbeit um acht Uhr morgen» в восемь часов утра. Um acht Uhr morgen. Пока что воспринимайте на слух, со временем мы разберемся потом отдельно. Ich gehe zur Arbeit um acht Uhr morgen. Сначала я иду на работу, потом домой. Важная связка, которую мы сейчас выучим сначала, потом. И вы сейчас возьмете какую-нибудь тетрадочку, или кто хочет, может записывать в электронном виде. Рекомендую все-таки тетрадку, то есть, чтобы вы физически писали, не в электронном виде. И, по моему опыту, именно записывание от руки имеет более высокий эффект, то есть, запоминаете лучше. То есть, что я хочу, чтобы вы записали? Чтобы вы записывали новые слова. Новые слова, которые вы не знаете. Например, там, приходить – common, идти – gain. Ну, те новые, которые я здесь объясняю, такие как for me, так nach me. Так, здесь не нужно записывать. Хотя, тоже можете записывать. Далее, смотрите, сначала, потом вот это вот запишите. Значит, сначала будет zuerst. Иногда может быть, встретится форма erst, такая более сокращенная. Тоже обозначает сначала. Erst. Я применяю zuerst. Потом будет дан, дан. Zuerst, дан. Хорошо, давайте после zuerst. Это обычное предложение повествовательное, не вопрос, да? Соответственно, что будет на втором месте? Глагол. Сначала я иду на работу. Zuerst, сами. Да. Геи. Их. Если я, то геи. Окончание – э. Не геен. Потому что если скажете геен, то получается сначала идти я. Да. Я иду геи их. Зуясь геи их. Зур арбайт. Да. Запятая. Дан. Потом. Домой. Можно повторить геи их. Или просто, как вот в русском языке, да? Домой сразу сказать. Домой. На хаузе. Zu erst geh ich zur Arbeit. Dann nach Hause. Не смотрите на видео, сами скажите. Сначала я иду на работу, потом домой. Разнесите это столько раз, пока вы не сможете говорить четко и быстро. Зуясь геи их zur Arbeit, dann nach Hause. Зуясь геи их zur Arbeit, dann nach Hause. Окей. Хорошо. Дальше. Куда ты летишь? Куда ты летишь? Лететь у нас будет флиггн. Флиггн. Вот. Флиггн можете себе записать. Флиггн. Летать. Лететь. Летать. Здесь и долго, и, э, это и, флиггн. Куда ты летишь? Вопросительное предложение. На первом месте вопросительное слово. Куда? Как будет? Вахин. Вахин. Потом. Флиггсду. Флиггсду. Надеюсь, вы согласовали. Флигген и ду. Получилось флиггст. Не флигген ду, а флиггсду. Вахин флиггсду. Вахин флиггсду. Хорошо. Дальше идем. Куда ты летишь? Завтра. То есть, извиняюсь, когда ты летишь? Завтра во вторую половину дня? Когда ты летишь? Ванн. Да? Ванн. Дальше. Флиггсду. Завтра во вторую половину дня? Здесь смешанная форма. Мы соединяем завтра и во вторую половину дня. Отдельно скажите, как будет вторая половина дня? То есть, во вторую половину дня? Ам нахмитаг. То есть, нахта после. Хорошо. Совмещаем с завтра. Моген. Моген. И ам нам уже не нужно. Моген нахмитаг. Моген нахмитаг. Ванн флигсду. Моген нахмитаг? Есть? Отлично. Дальше идем. Критиш Берлин или Мюнхен? На первое место выходит глагол. Это вопросительное предложение. Сами. Смотрите. Момент В Берлин. То есть, в, когда мы собираемся там лететь, идти, направляемся просто по направлению к географическим названиям, практически всегда в будет переводиться как нах. Нах. Есть исключение, когда в будет ин, но об этом мы поговорим позже. Пока что нах. Ты летишь в Берлин или Мюнхен? То есть, летишь ты, да? Флигсду. Нах Берлин. Ода Мюнхен. Есть? Флигсду нах Берлин. Ода Мюнхен. Я сегодня лечу в Берлин. Морген флиггейх нах Мюнхен. Или, например, так. Зуэрст флиггейх нах Берлин и дан флиггейх нах Мюнхен. Зуэрст флиггейх нах Мюнхен. Есть, да? Хорошо. Мы пойдем вечером на улицу. Мы пойдем вечером на улицу. Будущее время, но мы передаем настоящим. Если, например, если вы говорите днем, есть слово вечером, то, соответственно, все понимают, что действие будет не сейчас, а позже. То есть, потом. И чистое будущее время здесь не нужно применять. Окей, мы пойдем вечером на улицу. Сами. Виогейн. Мы пойдем. Виогейн. Все согласовываем с вир. Окончание будет э-эн. То есть, такая начальная форма. Так называемый инфинитив. Виогейн. Вечером. Здесь можно применить полную форму. Ам. Абенд. Виогейн. Абенд. На улицу. На улицу. Это как бы наружу. Нахдраусен. Нахдраусен. Виогейн. Амабенд. Нахдраусен. Есть. Хорошо. Если вы скажете, мы пойдем на улицу утром. Мы пойдем на улицу утром. Здесь, кстати, можно переставить местами. Вот так. Мне кажется, будет более правильно. Виогейн. Абенд. Можно и так, и так. Можно абенд раньше. В зависимости от того, как вы скажете. На что сакцентируете внимание. Окей. Давайте скажем, мы пойдем на улицу утром. Виогейн. Нахдраусен. Ам. Морген. Ам. Морген. А если мы пойдем на улицу ночью? Ви гейн. Ви гейн. Нахдраусен. Ин дэр нахт. Ин дэр нахт. Хорошо. Дальше идем. Когда мы пойдем на улицу? Когда? Ван. 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 Дальше. Гейн. Ви гейн. Нахдраусен. Ван гейн ви гейн. Нахдраусен. Вопросительное слово ван. На второе место глагола идет сразу же. Ван гейн ви. Не ван вир гейн. Перестраивайтесь. Ван гейн ви гейн. Нахдраусен. мы пойдем на улицу в первую половину дня или во вторую вопрос да окей проводите сами итак gehen wir да вопрос gehen wir nach draußen в первую am formittag то есть перед полуднем am formittag oder как вы сказали дальше или после полудня oder nachmittag второй раз можно а мне говорить можно сказать это не столь важно gehen wir nach draußen am formittag oder nachmittag есть да хорошо отлично итак поехали дальше тренироваться дальше у нас будет сильный глагол бегать laufen она бегает рано утром она бегает рано утром пробуйте начальная форма laufen да мы как мы действуем мы отбрасываем в уме n остается lauf потом если она это третье лицо единственное число значит нам нужно добавить буковку т т т это личное окончание третьего лица единственного числа лауфт но это сильный глагол и а у нас заменяется на а умляут да а если он заменяется и потом идет у образуется дифтон который считается как ой получается лёфт зелёйфт 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 рано утром здесь это исключение рано утром морган фрю морган фрю кто запомнил замечательно будет окей куда ты сегодня побежишь куда ты сегодня побежишь как будет куда вохин а как будет когда ван отлично куда ты сегодня побежишь вохин дальше взбывайте глагол на втором месте глагол Побежишь ты Если ты, значит уголок окончания наканчивается на СТ Лёвст, вахин лёвст ду И сегодня Хойте Вахин лёвст ду хойте Куда ты побежишь завтра? Вахин лёвст ду морген? Завтра, морген Куда ты побежишь сегодня вечером? Вахин лёвст ду хойте абнт? Хойте абнт Сегодня утром? Хойте морген Далее идём Ты бегаешь одна или с друзьями? Одна или с друзьями? Это новое, кое-что новое, что мы ещё пока не знаем И постепенно вводим новые слова в словарный запас Одна или один не имеет значения Слово остаётся неизменным Аляйн Могут быть варианты этого слова Если они правильно, можно любой из них применять Аляйн Классический Может быть Аляйне Может быть Ну да, всё Аляйне Аляйн или Аляйне Итак, а с друзьями как будет? Мит Фрэйнден Мит Фрэйнден Артикль нам пока что не нужно Потому что здесь не какие-то конкретные друзья А вообще в принципе С друзьями Окей Ты бегаешь одна или с друзьями? Пробуйте сами Лёвс-ду-алайн 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 Или с друзьями? ОДАР Мит Фрэйнден Сами скажите Лёвс-ду-алайн ОДА Мит Фрэйнден Отлично Хорошо Ну например Давайте ответим Я бегаю всегда одна Всегда будет ИМЕР Вот эти вот все слова Один, одна Вот это выписывайте С друзьями можете написать Всегда ИМЕР тоже себе выписывайте Я всегда бегаю одна Я лауфе ИМЕР АЛЛЕЙН Я лауфе ИМЕР АЛЛЕЙН Окей? ОДА Я лауфе ИМЕР МИТ ФРэйнден Утром она всегда бегает одна Утром АММОРГЕН Но Здесь подразумевается, что она бегает каждое утро Поэтому более точно сказать как? Не АММОРГЕН АММОРГЕН Сначала Алекс идет на улицу Потом домой Как будет сначала, потом? Скажите Сначала Потом Сначала Алекс идет на улицу На втором месте глагол АЛЛЕЙС На улицу НАХДРАУСН 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 Потом домой ДАН НАХХАУЗЕ НАХХАУЗЕ САММИ Скажите Не смотрите на видео САММИ СКАЖИТЕ Сначала Алекс идет на улицу ЗУЕРСТ ГЕТ АЛЛЕЙС НАХДРАУСН Потом домой ДАН НАХХАУЗЕ Все предложение ЗУЕРСТ ГЕТ АЛЛЕЙС НАХДРАУСН ДАН НАХХАУЗЕ ОТЛИЧНО Придешь домой Рано утром Приходить будет КОМЕН КОМЕН А Рано утром как? МОГЕН ФРЮ МОГЕН ФРЮ ФРЮ это вообще РАНА МОГЕН ФРЮ ИТАК САМИ Придешь домой Рано утром КОМС ДУ НАХАУЗЕ МОГЕН ФРЮ КОМС ДУ НАХАУЗЕ МОГЕН ФРЮ Есть Давайте скажем Я приду домой Я приду домой А как будет поздно Вы знаете Поздно вечером Поздно вечером ШПЕТ 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 Вот так Я приду домой Поздно вечером ИТЬ КОМ МАНА ХАУЗЕ Можно сказать АБНД ШПЕТ Или лучше ШПЕТ АМ АБЕНД ШПЕТ АМ АБЕНД ШПЕТ АМ АБЕНД Здесь маленькая буква будет ШПЕТ АМ АБЕНД И КОМ МАНА ХАУЗЕ ШПЕТ АМ АБЕНД Можно сказать Вечером Заменить Как После полудня И КОМ МАНА ХАУЗЕ ШПЕТ Как будет после полудня НАХ МИТАГС ШПЕТ НАХ МИТАГС НАХ МИТАГ Извиняюсь МАНА ХМИТАГС Окей Когда ты приедешь домой Сами ВАН КОММС ДУ НА ХАУЗЕ ВАН КОММС ДУ НА ХАУЗЕ Надеюсь, вы на втором месте поставили глагол ВАН КОММС ДУ НА ХАУЗЕ ВАН КОММС ДУ НА ХАУЗЕ УМ АХТ УР МОГН Я приду домой в восемь утра УМ АХТ УР МОГН Ну, время будет отдельно Сейчас просто так фрагментарно говорю КОММС ДУ НА ХАУЗЕ КУДА ПОЙДЕШЬ В ПОЛДЕНЬ Как будет полдень? С артиклем ДЕР МИТАГ В ПОЛДЕНЬ АМ МИТАГ Утром как будет? АМ МОГН ДНЁМ АМ ТАГЕ В ПОЛДЕНЬ АМ МИТАГ ВЕЧЕРАМ АМ АБЕНД Ну, вы, возможно, вспомните ночью Здесь уже не АМ будет ИН ДЕР НАХТ ОК КУДА ПОЙДЕШЬ В ПОЛДЕНЬ КУДА ВОХИН ПОЙДЕШЬ ТАГЕЙН ГЛАГУЛ ГЕСТЬ ДУ ВОХИН ГЕСТЬ ДУ В ПОЛДЕНЬ АМ МИТАГ ВОХИН ГЕСТЬ ДУ АМ МИТАГ ВОХИН ГЛАГУЛ ВОХИН ГЛАГУЛ ВОХИН ГЛАГУЛ ДАЛЬШЕ МЫ РАЗГОВАРИМ НА НЕМЕЦКОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ПО ПОЛУДНИ Мы разговариваем. Разговаривать будет sprechen, sprechen. Разговаривать на немецком это Deutsch sprechen. Итак, мы разговариваем каждый день. Возможно, вы не знаете. Един так. Един так. По аналогии здесь можно каждый день, каждое утро, каждый вечер. Это все будет jeden. Меняем вторую часть. Jeden morgen, jeden tag, jeden abend. Но, возможно, вы помните, что ночь у нас женского рода, поэтому здесь будет не jeden, а jede. Jeden nacht. Jeden nacht. Каждую ночь. Хорошо, мы разговариваем на немецком каждый день по полудни. Сами. Wir sprechen Deutsch. Так, большая буква. Sprechen Deutsch. Jeden tag. Пополудни. Nachmittags. Пополудни. Здесь подразумевается, что это действие происходит регулярно, да? И поэтому мы вот с маленькой буквы и S добавляем. Nachmittags. Jeden tag. Nachmittags. Хорошо. Ты разговариваешь на немецком с друзьями. Не забывайте, что Sprechen сильный глагол. И если мы согласуем с ты или он, она, оно, то корневая гласная э меняется на и, а она, а умляут. Sprechen есть корневая гласная э. Это глагол сильный. Значит, как будет, ты разговариваешь? Ну, во-первых, на первом месте идёт глагол. Разговариваешь ты. Патрицание будет у нас отдельный урок. Сейчас пока только так, мельком. Итак. Sprechst du Deutsch? Deutsch. Вот так. Deutsch. Mit Freunden. Sprechst du Deutsch mit Freunden? Окей. Он хорошо говорит на немецком? Сами. Sprechst du Deutsch? Sprechst du Deutsch mit Freunden? Выпросительное предложение. Безупрестительное слово. На первом месте выходим глагол. Sprechst du Deutsch mit Freunden? Sprechst du Deutsch mit Freunden? Есть? Sprechst du Deutsch mit Freunden? 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 тоже сильный глагол, тоже сильный глагол. Как будет? Анна читает. Э вот это меняется на и. Анна это она, а она это вместо имени третьего лица единственного числа. Анна лист, вечером, имеется ввиду по вечерам. По утрам. По полудни. До полудня. Хорошо. Когда ты обычно читаешь? Ван лист, ду, на маля вайзе. Ван лист, ду, на маля вайзе. И, кстати, вот лейзен было одно э, а тут стало вдруг и и э. Это удлинение. Ну, это своего рода исключение. Такие глаголы там, где э заменяется не просто на и, а еще на удлиняется. То есть и и э это дифтон, который я считаю, как длинная и. Лист, анна лист, адмс. Ван лист, ду, на маля вайзе. Такие глаголы мы просто запоминаем и... Ну, запоминаем, что вот меняется вот таким образом. Их не очень много. Что Анна обычно читает? Сами Что У вас Новое вопросительное слово. Вас Что Вас Если не знаете, записывайте себе и постепенно выучивайте. Вас Дальше Что читаешь ты? Вас Лист Ду Нормально Маля вайзе Вас Лист Ду Их Лезе Бючер Я читаю книги. О, да. Их Лезе Айн Бух Читаю Книгу Айн Бух Айн Это не обязательно единица, а вообще, в принципе, неопределенный артикль. Об этом чуть позже. Я обычно читаю пополудни. Я обычно читаю пополудни. Хорошо, если я читаю, я обычно читаю до полудня. Их Лезе Нормально Вайзе Формит Отлично, отлично. Так, ну что ж, на этом мы урок первый закончим. И давайте подытожим, что мы выучили в этом уроке. Хорошо, значит, в этом уроке мы выучили личные местоимения. Давайте их перечислим. Я Ищ Ты Ду Он Она Оно Э Зи Эс Э Зи Эс Мы Виа Виа Вы Множественное число Ир Ир И-Х-Р, да? Ир Потом Что у нас? Вы, как один человек вежливая форма Зи Зи Три буквы Зе То есть, С и Э Первое С в начале считается как З Зи И Здесь на письме это с большой буквы И с маленькой буквы Зи Это как переводится? Они То есть, третье лицо множественного числа Вы И они Зи Зи Вы Они Вы Они Хорошо Теперь Окончание немецких глаголов в лицах Мы знаем, что У каждого лица есть свое окончание Если мы говорим от своего лица То окончание будет Э Например, Махен Делать, да? Иш Махе Я делаю Я учу Иш Лерне Иш Шпрэхе Я разговариваю Хорошо И Помимо личных окончаний Если глагол Сильный А я вам дал список основных глаголов Также мы потренировались по Основным Сильным глаголам Взяли там порядка Пяти глаголов, да? Лезен Шпрэхен Что мы там еще брали? Фарен И так далее Мы по ним потренировались Мы немножко запомнили Также еще посмотрите Тот список Перечень глаголов И помните, что они сильные По методу исключения Все остальные у вас будут слабые И у них корневая гласная Э На И не будет меняться И А на Аумля Тоже не будет меняться Во втором и третьем лице Единственного числа Дальше по окончаниям Значит Их шпрэхе Их махе Ду Ты разговариваешь Ду шпрэхст Да? Ду махст Ду лэрнст Он она Оно Эр Зиэс Шпрэхт Эр Зиэс Махт Эр Зиэс Лэрнст Т Окончание Да? Мы Здесь легко Окончание Эн Такое, как и Первоначальная форма глагола Ви махен Ви махен Ви шпрэхен Ви лэрнен Потом Вы Вы говорите Ир шпрэхт Ир махт Ир лэрнст Да? И третье Тоже легко Вы Обращение Вежливое К одному Человеку Вы Говорите Зи шпрэхен Зи махен Зи лэрнен И Они То же самое Зи махен Зи шпрэхен Зи лэрнен Хорошо Различие Слабых Сильных глаголов Я проговорил Действуем Методом Исключения Порядок Слов Разных Типа Предложений Три Типа Предложений Первое Обычное Невопросительное Как? Какая Особенность У Этого Типа Предложения Железное Правило На втором Месте Глагол Так? Если Это Вопросительное Предложение Без Вопросительного Слова Там Идешь Ты Летишь Ты Придешь Ты На первое Место Глагол Выходит Комсду Ферсду Могн И так далее Если Есть Вопросительное Слово Или это Вопросительное Предложение То сначала Сладет Вопросительное Слово Потом Уже Глагол Ван Ферсду Ван Марсду О да Вохин Ферсду Вохин Гезду Куда Идешь Ты Куда Едешь Да? Хорошо Три Типа Предложений Основные Вопросительные Слова Итак На данном этапе Как я сказал Достаточно Двух Вопросительных Слов Вохин Куда Вохин И Ван Когда Ну что ж На этом Все Первый урок Закончен И Увидимся Услышимся Во втором Уроке Продолжение следует